Добрый день! Сегодня в эфире вторая передача о вкусной и очень полезной пище. Ленивый салат придумал в Индии, потому что там надо все мыть, особенно в жаркую погоду. Неожиданно все уменьшались и уменьшались ингредиенты. В конце концов сошлось на бананах и помидорах. Некоторым это очень странно кажется. Кто попробовал, некоторые люди потом ели это очень долго и летом это очень вкусно. Почему? Мне кажется, что я такой ответ нахожу. Все вкусы здесь есть и консистенции, потому что когда что-то готовится, для нас важно почувствовать разнообразие в пище. Здесь есть в помидорах, можно сказать, что они соленые, в то же время они сладкие. Потом они и какие-то желеобразные, сок, внутренности и в то же время жидкие. Бананы, они сладкие, тоже своя консистенция, маслянистые. Масло можно даже не употреблять. И, в общем, все есть. Большинство вкусов и консистенции, которые обычно используются. Поэтому салат достаточно богатый, несмотря на маленькое количество ингредиентов. Ну и он просто вкусный и легкий. А можно его развивать в сторону десерта или в сторону салата, например. Можно добавлять морковку, яблоки, ну или что-то там уже другое, какие-то овощи. Вот, сейчас начнем готовить. Любимый ножик зубчиками. Все-таки режется все легко, не травмируя, не деформируя. Любил помидоры индийские, они были похожи на... Они были очень сладкие, маленькие, но в последнее время они стали похожи на те, что у нас продают китайские. Когда яблоко и помидор примерно одинаковы по вкусу. То есть у них нет сока, нет сладости. Ну, в общем, честно говоря, смысл их есть, я не понимаю. Какие-то могут быть... Может быть, там есть витамины, но все компенсируется какой-нибудь химией. Ну, вот можно нарезать... Я люблю резать тоже разными дольками, большими, маленькими, где-то совсем маленькими. Это тоже важно. Так, например, можно сделать салат из морковки, отжать ее, нарезать большой, маленькой как-то стружкой. Кажется, что там несколько разных овощей. Это интересно тоже. Ну, вот получилась такая миска. Надо тоже вырезать. Ну, достаточно много. С другой стороны, этот салат можно немножко подержать, он настоится, смотря с чем его буду. Разбавлять, добавлять. Все, опять вкладываем туда, в большую. Бананы можно, наверное, сразу тоже туда же резать. Их вообще мыть не надо, да, это очень удобно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите продолжение в следующей серии. Бананов получилось. Примерно поровну. Можно чуть меньше. Можно перебросить сюда. Наверное на два раза хватит. Мне. Можно есть так. Помешать это все. Но можно обогатить вкус. Чтобы можно было сюда положить, например, добавить немножко соли. Есть такая гималайская соль интересная. Купил на озоне. Она крупнодисперсная кристаллами. Вот они белые и красные. Она не похожа на ту соль, которая бурая совсем, с запахом сильным. Это немножко другое. Я удивился. Похожа она по вкусу на глютамат натрия. У нее интересный вкус. Можно даже отказаться от соевого соуса. Если вот этой солью пользоваться. Она заменяет его. Еще я люблю такую специю, например, сушеные манго. Вообще есть специя чат масала с двумя А. Они добавляют ее во всякие фрукты. Но в основе этой специи у нее такой необычный вкус. Мне она очень нравится. Здесь в России трудно купить. Ну вот в лавке может быть у вайшнава будет. В храмах. И листья манго. Очень дают такой специфический вкус. Из них можно и напитки делать. В общем, я добавляю ее сюда в салат. Просто в последний раз покупал. Вот такая была без упаковки. Но листья манго. А вот чат масала есть. На улице торгуют фруктами в Индии. И чтобы, наверное, и микробов, может быть, на них не было. Ну и просто вкусно, потому что индусы сладкий вкус легко мешают в индийской кухне с какими-то другими вкусами. Запах у нее приятный такой. Необычно добавить в салат запах. А запах это, как говорят индийские тексты, что первым, чем мы питаемся в пище, это запах. Самая тонкая прана энергии приходит к нам через запах. Вот. Добавили. Что еще можно? В принципе, ну вот куркума тоже хорошо. Просто полезно, поэтому мы ее туда положим. Можно немножко имбиря даже. Доста остроты такой небольшой. Вот каши из топора немножко. Вот хороший имбирь тоже в озоне продается в таких баночках. Очень качественный. Потому что пробовал брать на рынке несколько раз. Ну, как-то нет вкуса, нет запаха. Ну, вроде тоже имбиря. А вот куркума тоже прекрасная. Такие тоже банки в озоне. Очень качественная куркума. Очень хорошая. Лучше брать ее сухими руками, а то потом можно не отмыть. Куркума это антибиотик природный. Можно прямо на раны сыпать. Ну, единственное, что потом они будут. Желтый цвет не всегда стирается сразу. Вот так. Добавили куркумы. Теперь я бы это перемешал. Дома оказалась морковка. Правда, я ее специально купил. Вот. Чтобы сделать это деликатесом. Матерли, положили. Ну, она как-то тоже добавляет какого-то твердого. Да, вот консистенция морковки тверже, чем помидоров и бананов. Поэтому приятное такое добавление получается. А вообще в Индии привык вместо хлеба. Ну, оставалось, а дрожжевые какие-то продукты не покупать. Вообще хлеб тяжелый, достаточно пища. И закусывать все равно привычка есть еду чем-то. Вот как хлеб. Стал использовать морковку. Там она очень вкусная, с огородов. У нас продавали всегда свежие. Через несколько дней, если не съешь ее, может быть, придется выбросить. Холодильник тут не держали. 20 лет же вы без холодильников считаю, что это не нужно. Потом есть как бы еду, которая охлаждена. Ну, это мое мнение. Йога как бы для йоги. Если человек хочет не болеть, ему стоит, наверное, не кушать то, что снижать температуру его тела и не пить. У меня это было 10 лет примерно жесткая такая установка. Потом, ну, просто вирусы не проникают в организм. Многие потому, что вырабатывается особенное внутреннее тепло. Мы ему просто помогаем это делать. Плюс сделаем какие-то упражнения там дыхательные. Вот. Так что морковка вместо хлеба. Ну вот, получилось достаточно много. Если бывают яблоки вкусные, можно добавлять яблоки. Это будет тоже очень хорошей добавкой в этот салат. Ну, а можно развивать как бы из этого какой-то другого рода там какую-нибудь картошку вареную. Ну, даже сурую молодую, вкусную иногда кушать. А я добавлю оливковое масло. Я его очень люблю. Все-таки по своим полезным свойствам оно одно из лучших. Читал про масло разное. Ну вот. И, как, ну, к примеру, я покупаю... Вот здесь написано, видно, 0,1. Это кисло, то есть масло. Чем меньше эта цифра... Ну, меньше 0,1 не бывает. То есть, тем проще оно усваивается, тем оно более лечебное, если об этом речь идет. И у него, конечно, теряется эта горечь, ну, кислота. Но оно очень легкое. Можно выпить стакан и ничего не будет. Вот тоже здесь, в России, очень удобно. Покупаешь на озоне, выгодно. В Индии тоже есть интернет-магазины, потому что так оно вот стоит очень там недешево. Вот. И, честно говоря, я бы сюда чуть-чуть долил соевого соуса. Ну, это мой вкус такой, выбор своего соуса. Совершенно не употребляю чеснока. Категорически против него. Что-то у нас тут еще есть. Ну, в принципе, достаточно. Вот. Что, можно теперь пробовать? Всем приятного аппетита! Спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok